Приветствую, дорогие друзья! FIFA прогноз на ваших экранах. Очередной выпуск. И сегодня у нас небольшие перестановки в стане ведущих. Я, как всегда, Игорь Белоногов. И сегодня мой коллега Руслан Шагапов. Руслан, привет! Привет! Так, смотрите. Сегодня у нас чемпионат Испании. Реал Севилья. Битва лидеров. Первое и третье место. И севильцы в случае победы даже опередят и поднимутся на верхнюю строчку. Так что, я думаю, матч 100% будет интересный. А что там по кэфам у нас? Да, ты прав. Между ними два очка всего лишь. И в случае, если вдруг Севилья одержит, победу обойдет. Но не побеждали. Они сейчас посмотрели с 2008 года. Достаточно давно, по-моему. Так что, да, но коэффициенты при этом хорошие. В среднем от 1,72, 1,73, 1,8 на победу Реала ничья оценивается где-то в коэффициент 4. И под пятерку дают на Севилью. Ну, что, в принципе, оправданно. Ну да, теперь Реал 100% фаворит, как будто бы. Но такой матч, мне кажется, может чем-то уделить. Да и форма хорошая. У Реала более чем и в Лиге Чемпионов, и в Испании все хорошо. И личные встречи. 19 лет подряд выходит в плей-офф Лиги Чемпионов, кстати, Реал. Действительно. Классное достижение. Ну, это все расклады предматчевые. А как сама игра у нас пройдет, сейчас вашему вниманию. Так, ну что, погнали. Реал Севилья начали. Так, я, наверное, в защитку сразу перейду. Я, наверное, немножко мяч почувствую. Почувствую. Давно не чувствовал мяч. Ну, можно как бы уже и отнимать. Читаем. Да. Ну, повладели и хватит, чего. С нас. Ай-яй, не прошла. Ай-яй-яй, я бензома случайно переключил. Ах ты. Э-э, да переключись ты. А вот он прессинг, вот он прессинг. Изи. Да, согласен. Я сам так люблю выходить из ворот. Вижу. Уже не надо. Я изначально него давал, он решил это. Через центр сыграть. Хорош, да, бензома у меня в прессинге? А это не он, кстати. Ну, тоже хорош, конечно. Ну, да. Лучше, чем в ударах, да. Там капитан. Да, раздосадованный немножко. Нормально, 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 нормально. Оп, оп. Оп. Ага. Сейчас пенальти поставят, я своего снижу просто подкатил. Ну, мне получается поставить. Ну-ка. Нормально. 1-0. Да, стандартное положение немножечко стандартное. Ну, красиво, красиво. Да, причем, когда мяч летел, очень понятно было, что гол. И главное, очень хорошо, кровохаль, да, кажется, там на штанге стоял, очень уверенно. Ладно, сейчас попробуем. Оп, 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 оп. Эх. Ну, что? Сейчас контратака была просто. Ну, первый тайм у нас завершен. В общем-то, пока не так, чтобы очень зрелищно. Что там по статью? Ну, да. Владение у тебя больше, кстати. Ну, да, у меня единственный удар еще с углового. Ожидаемый голы XG, смотри, 0303. Ну, целый, да. Ну, то есть, если ты тот реализовал, то вообще все было бы максимально логично, но пока я это чуть-чуть... Ну, владение у меня больше. Смотри, владение у тебя больше, а при этом пасов 70 на 42. То есть, а именно индивидуально ты игроком дольше держишь. Я стерильный у меня владение. Ну, короче, да. В общем, очень равный матч пока, не прям, чтобы какой-то зрелищный. Так что давай сразу ко второму уже, и там, надеюсь, что-нибудь у нас поинтереснее начнется. Да, давай я сделаю вот так. А я тогда вот так. А ты прям хочешь, да, интересный матч. Примерно как атлетика в чемпионате... А, и в лиге чемпионов. Примерно как атлетика везде, скорее всего. Мне в Кубке Испании очень интересно, кстати, наблюдать за этой командой. Ну, вот у них сейчас с Кадисом. Что, там тоже будет? Да, очень интересно будет. О, нормально. Хорошо. Ставь тоже сверхзащитный, кстати. Вообще, в атаке. А по этим принципам, да, игра? Ну, да, да, да. Давай дубль делай. Так. Немножко бы трейсинга более активного и продуктивного. Иначе у нас позиции-то теряются, вот как сейчас. Я тебе говорю, ставь сверхзащитный. Это дубль. 2-0. Вот этого. НСР, да, дубль? НСР, да. Ну, здесь классник все сделал. Оп, оп, оп. Хорошо убрал. Ничего, потому что от своих повторов кайфуешь. Ну, ладно. Ладно, сейчас. Погнал немножко. Не от удара, не именно вот от финка, да, ты в полуфланг смещался потом. Разворот на 180 градусов и у него дело в этом не осталось. Это центральный полувышень, когда броня еще сильная. Немножко не так хотел это сделать, конечно. Так, ракетичная скорость, это интересно. Я очень плохо. О, фол. Я думал, мяч получится. Он, по-моему, до подката еще упал. Первый желтый, да, в этом матче? Да. Что тут вообще прочитал, да? Да, толку. Ну, я любезностью, любезность и вот сюда. Любезность, любезность, любезность погоняет. Что сказал? Так, я тебе говорю, тут мы с Ромой эксперименты проводили, по-моему, в 21-й. Ставили оба сверхзащитные и, типа, самые результативные матчи были вот всегда на таких тактиках. Так, я тебе серьезно, блин, поставь, попробуй. Ну ладно, может и не надо. Ты говори, говори. Ты рассказывай. Мне нужно было хотя бы один. Ну, а, азар. Не, ну, Бензима все сделал опять, получается. Не. Прошла. Так переживал за этот пас на самом деле. Делал исключительно в расчете на скорость. Потому что он заранее набрал ход. Вот, кстати, замена сыграла. Иска. Так, кто тут провалился? Вот, вот, вот он спиной, видишь, он обернулся вокруг себя и просто не успел. 19 номер, кто... Понятия не имею. Он немножко не успел и... Иска, спасибо, что попал, да. Угол. Ладно, хорошая тактика сверхзащитная. Ай-яй-яй, вот это очень обидно будет, конечно, на последней минуте после камбэка. Ну, полишь заканчивается, ай-да. Тут отсылки на МТМ не очень работают. Я знаю. Ну... Интересно. Очень, ну, хороший. Второй тайм вообще пушка. Причем, знаешь, на две части был разделен. Первый, и так, нормально. Первый, второй и... Первый, второй, да? Четыре части. Сыграли. Так, а что там по статье-то поменялось вообще? Причем 6, ну, по ударам, понятно, все так же. Владение мне еще больше стало. Да. Ожидайми голы. От меня не ожидали, как будто бы, что он два забьет. Один, ну, у нас было 0-3-0-3. Да. После первого тайма, второй ярче получился. Да, по ударам не больше, да? Уделал. После, да, отборов у тебя побольше. Успешно. Не умеешь ты отбирать, да? Да. Не, ну, чего? Кроме статы, по сути, нет... А, ну, удары, окей, разрывные еще. Ну, я имею в виду расстояние. Ну, а так, чего? Нормально. 2-2. Где-то ты преимущество владел, где-то я, да. Ну, чего, справедливо, по-моему? Нет, по игре-то, да, как ты думаешь, воскресенье. Возможно, пока еще. Да вполне реально, почему нет? Если реально лидеры играют, ты видишь, не просто так. Итак, 2-2 завершается наш матч. Как считаешь, реальный вообще такой исход? По игре здесь заслуженный был, а вообще воскресенье... Ну, на самом деле, в реале, я уверен, что... Добедит? Нет, то, что 2-3 мяча точно забьют, ребят. Ну, меньше двух не должно быть. Вот Севиля как сможет оказать сопротивление достойное? Не знаю, ну, в лидеры же не просто так они... Ну, да, ну, не как было Питеги, который нырял очень обиженный. Так что, мне кажется, он что-нибудь такое придумает. В плане мотивации вопросов тут точно нет. Ну, да. Пострел на ходу. Ну, вообще, вполне возможный счет. Конечно, хоть реал в фаворитме считается, но... Ну, да. Может быть... По кайфам, кстати, сколько там на ничью? 5 давали? 4. 4. Ну, кстати, если поставить на ничью, очень хорошие денежки сможете заработать, как по мне. Вот. Так что, вот такой вот наш прогноз. 2-2. Ничья в матче. Реал Севилья. А сбудется он или нет, узнаете в воскресенье. С вами были ваши ведущие Руслан Шигапов, Игорь Белоногов. Это FIFA прогноз. Еще с вами увидимся. Пока-пока. Смотрите футбол. Субтитры сделал DimaTorzok